если без камеры тогда садись потом вырезать не сможем поэтому закрою глаза вдох через нос выдох через голову смотрите то что я диагностику просто сделаю ладно смотрите то что вот вас зовут оркен правая нога длиннее чем левая я не знаю вы замечаете нет очень право длиннее это взаимоотношения с мужчинами это с отцом плохие скорее всего отношения и с мужчинами еще конфликтов много потому что он соперничает руки черные виде левая и правая руки они темнеют это не принятие себя он очень устал сильно потому что энергии уже нет более душевно очень много он очень много чего накопил внутри в веке трясутся это страхи сильный это очень много страхов потом чуть-чуть опять туда отсылки я сделаю взаимоотношения с отцом приводят тебя вот чем лучше у тебя взаимоотношение с папой тем больше у тебя денег это всех это с миром взаимодействие с миром это вот достижение этот отец вы хотите больше зарабатывать звоните папе каждый день пока он живой а если нет ну тогда просто благодари про себя и прими его и прости его но он сдерживается он сильно так и сходу убери телефон положи руки отсюда как и звук вставай неизвестна нормально случайно дыши смотрите женские энергии добавили руку отпускают видите мужская энергия в чистом виде она разрушительная и поэтому должен быть не такой симпиоз баланс если на скидку долл с архитильного вопрос надо решать очень сильно потому что что вас там это не хорошо вам надо и простить и принять обоих и папу и маму женщин очень много вокруг него вампири сживут все мамы вот честно все женщины просто сжирают у них прям вся спина улыблена не это кумбар там столько энергии там столько страсти там столько женщин там можно город этот осветить на сутки если не на двое он даже оставался без электричества кумбар подключать так не не держи зано лучше сделать Выдыхаем тихонько, еще вдох, еще вдох, выдыхаем через рот, через рот, нет, вот так, еще, вот так, дышим. В теле ощущения какие? Рокуси. Руки зудят. То, что сейчас сделает, немножко волю ослабил. Тот спазм, который был, когда зажим убрали, воздух пошел. Сейчас агрессия на женщин идет, потому что скулу левую слогит. Он уже в таком состоянии, когда он не может агрессировать. То есть он злится, но энергии нет. Там столько женщин повисло там или не знаю. Он сам виноват, да, пустой? Если искать виновного, то всегда сам виноват. Начни с себя. Тёрненькие. Чёрненькие. Это нежелание идти, это не хочу жить, или боюсь, там уходится с работы, там еще что-то. Левая сторона отвечает за все, что за взаимодействие твои с женщинами и с тобой, как с женщиной. Если ты женщина, правая сторона твои взаимоотношения с мужчинами. И если ты мужчина, твои взаимодействия с самим собой как с мужчиной, принимаешь свои поступки или не принимаешь? Как дела? Ощущения какие? Ну, не так всегда. Руки зубят. Мужчины, вот смотрите, что такое мужское нормальное? Когда в пределах нормы? Многие эти же люди. Я сейчас прислушиваться просто. Ложи, куда-нибудь. Куда хочешь, да? Он пишет на всех сторон женщины. Просто он чуть обесточен, его надо наполнить из-за этого. А бывает у женщины энергия? Да. 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 Тебе отдавать больше надо. Здесь вообще вот много отдающих. Здесь я смотрю. Вы вот так вот прям все обычно. Отдающие, да? Вам надо. Ребята тоже. Вот. Вот сильно отдаешь. Ага. Вы отдаете сильно. Ты отдаешь. А я? Ну, это не более. Вот так вот. 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 Нет. У вас потребность отдавать. А, вот так вот. Я таким людям вообще рекомендовал профессии такие отдающих. Массажист, психолог, там ну или что-то такое связанное с этим. Вот только не этим, да. 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 Это знаешь, это вы люди, вот кого вы это, вы те, кто наносит пользу без спроса. Да-да-да. Непрофильную пользу. Прям в глотку прям. Да-да-да. Ну съешь. Прям в глотку вы забираете. Это знаете как видно? Это по плечам. Это по карты плечи. У меня вот эти, вот здесь, везде. Это шейный стихондроз. Это чужие проблемы на своем корпусе. Это чужие проблемы на своем веру. А я, допустим, что сказать? У вас, по-моему, депрессия у вас чуть. Вы сейчас, вы хотите, чтобы к вам, вы сейчас не отдаете. Вы сейчас хотите брать. Ты хочешь брать. Я могу ошибаться, но, по-моему, так. А ваш, что за вас? Ну, я думаю, что это не знаю. Твоим в основном? Встань, я буду. Это твоя хорошее страз. Хочешь быть для всех хорошим? Да, лучше дышать. Сейчас чуть-чуть дышать. Правый глаз, не желание. Чего ты не хочешь видеть мужчин? Ну, я не знаю. Что-то, ситуация есть, которую ты не принимаешь. Или с отцом, или с кем-то. Может, брат, не знаю. И левое плечо у тебя ниже, чем правое. Это заниженная самодсадка, как у женщины. Плохая мать, плохая дочь, плохая сестра, плохая жена. Это то, как ты про себя думаешь, от нее обязательно так. Ну, это основа. Ну, и тащишь на себя, у тебя же шея сверлит. Шея же болит. Да. А частые оргии, на что это значит? Это, да. Не это сказано, надо смотреть. Видите, лицо светлее становится. Не оба отпустила или не имеет? Да, вон отпустила. А вот состояние хронического усталости. Это блоки. Это стресс, который ты зажала. Его надо вытащить. А вот такое ощущение иногда, что больше мужского, допустим, сгадаем. Смотрите, есть такая немножко заблуждение. Это когда вам немного женской, мужской энергии, мне надо ее убрать, там, что-то мою силу бросить. Не бросайте свою силу. Если у тебя много мужской энергии, оставь. Женскую развивай. Женскую развивай. Твоя сила никому не нужна. Это значит, если ноги гудят. Это, вы, этот, у вас очень все, этот, запущено. Заблокировано все. Вот так, наверное. А как вы знаете, что это с вами? Это вот, как я делаю. Смотрите, самый быстрый способ. Если я забыла, что такое жертвенность. Да, я не помню, допустим, или... Чего-то так давно такого не ощущала. Как будто кокетство куда-то делось, да? Я как-то не умею заигрывать. Одеваете платье. Я говорю платье, каблуки. Юбку, каблуки. Снимаете нижнее белье. О, шикарно. Ага. И пошли в кино, в торговый центр, просто погулять. Сможем? Да, хоть с кем. Просто погулять. Откуда чего берется? Ногу на ногу. Там где-то. И глазки горят. Сразу все включается. Я не знаю, что там с трусами связано. Но у вас какой-то прям с этим пункт. Это блок снимается. Да. Ты вспоминаешь, тебе кажется, что все видят. Все смотрят. Почему-то все догадываются, что это с трусами. Все видят. В этом есть какая-то доступность. Интрига. То есть, ну, такое, чтобы быстро себя разогнать, это, ну, примерно так. Я вот когда почувствовала, что к мужу холодное стало. И стала работать над собой. Думаю, блин, ну, готова мужу, что кому-то буду отдавать. Смотрю, что там, в космос, стала приходить. Купила белье. Стала чуть-чуть кокетничать. Что ты хочешь, там, перед тем, кому приехать позвонила. Что ты кушать будешь, что приготовить, так. И это. И начала кокетничать. Он мне сказал, что с тобой случилось? Я говорю, ну, в смысле, что случилось? Я говорю, а что ты такая стала? Значит, у тебя кто-то появился? Ну, хорошо. Конечно. Ты даже добавила огня. Я так, не так. Отвиха стала. В смысле, говорю? Я начала ругаться. Надо было сказать, ну, не знаю, я сам души, как-нибудь подумаю. Вот у меня нет уже вот такой короткие же мысли у меня. И я начала с вами. Я говорю, ты что, говорю, что хочешь сказать, что я гуляю, что ли? Я говорю, да пошел ты. Говорю, ты белье все взяла. Какой сзади спорт дела. Он говорит, ну, а что ты такая стала? И он со мной стал ругаться. И мы, короче, не стали больше экспериментировать. Это было лет пять назад, наверное. Потом все. Все. Каждый остался такой, какой он есть. И при своем мнении. Повтори. Ну, слушай, не сразу, а успех. Теперь я буду всегда такой. Там, да, 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 да. Я не умею какие-нибудь мечты. Вот это тебе не могу. Учись. Пройти женский тренинг тебя научат. Я не мастер там пикапа и как по-какетсу, но подержи. Ну, вдох. Вдох сделаем. И выдыхаем. И выдыхаем. Крептёй. Тяжелая артиллерия. Потихоньку пусть наполнится чуть-чуть. Вот так? Да. И все. Я вопрос. А если мужчины исчезают с твоим плодом? Ну, они как бы, они вот есть, но они перестали на тебя обращать внимание. Ты, значит, не додаешь это. Я говорю, ты не додаешь это, дай мне ничего. А Таня не жалеет тебе. Чем больше даешь, тем больше будет. Потом, смотрите, вот это всех, прямо всего, касается. То, чего тебе не хватает, создавай. Не хватает любви, создавай любовь. Не хватает внимания, окажи внимания мужу. Не хватает страсти, создавай страсть. Не хватает радости, создавай радость. То есть, создай праздник семейный, создай праздник детям, там, где в своем саду и просто. Да, почему? Так, и желчь пошла. Желчь пошла. Потому что вы ждете, когда он сделает первый шаг. Не жди. Создавай. Ему же не хватает, например. Я тебе говорю, то, что тебе не хватает, создавай. Нет. Я же не сказал, то, что не хватает мужу, создай мужу. Нет. Не мне не хватает, а мужа, например, не хватает. Ему все хватает, не переживай. То, что если мы работаем с мужем, ему тоже надо так. Не хватает любви, создавай любовь. Но если мы работаем с тобой, и ты здесь сидишь, не хватает любви, создавай любовь. Не хватает радости, создавай радость. Поняла? Не жди. Это вот эта вот женская, девчачья манипуляция. Когда я отвернулась, а ты догадайся, что ты сделал недавно. Обиды — это гениальный способ манипуляции людьми. Когда я обиделся на тебя, я заказываю музыку, и я оцениваю твой танец. И только я могу сказать, ну вот, сейчас ладно, хватит. Если мужчина пить, что-то... Его мама воспитывала ничего. Не он дядя, но он постоянно начинает... Мне кажется, надо, что-то это как манипуляция. А манипуляция всегда... Обида — это всегда манипуляция. Чтобы получить душу. Спрашивай про мастер-класс 25-го, что будет? Мастер-класс 25-го будем вот так дышать, плакать и кричать. Все? Будем все, да. Но смотрите, мастер-класс. Я там никого не заставляю. Если ты приходишь на тренинг, я по-любому тебя вытащу, и ты будешь там дышать, и мы с тобой будем работать. Но на мастер-классе, если ты говоришь, меня не трогай, ты просто за свои дети сидишь и смотришь цирк. А в инстаграме на ютюбе будет? Ничего не будет нигде. Нигде ничего не будет. Ну, фотографию сделаем, но там уже все красивые будут. А то есть вы там не будете снимать? Нет. Во сколько? А в смысле, блоги снимать? Во сколько? Будем. В чем у вас снимать? Тренинг и... Тренинг, он... Мастер-класс, смотрите, он просто... Вообще мастер-класс подразумевает просто знакомство сегодня, да? Но так получилось, что мой мастер-класс стал таким, что мы там можем проработать какие-то блоги. Начисался. Мы будем прорабатывать с тобой вот то, что у тебя пойдет. Получилось хорошо, не получилось, ну и... Потому что там по времени очень сжато. Ты можешь вот так там упираться, два часа, и ничего не выйдет. А можешь прийти и нормально проработаться, и у тебя выйдет. Лучше, да, будьте готовы, что я готова. Пришла, если что-то будет происходить, не пугайся, и не надо, ну там... А что, других методов нет? Ну, тогда им лучше не приходи. Ну, не надо. В чем разница? Тренинг? Тренинг, он идет два часа, мастер-класс идет. Нет, мастер-класс я будет, знаю. Тренинг индивидуально. Тренинг круче. Индивидуально, чтобы получить эффект такой же, как от тренинга, нужно как минимум 3-4 сессии. А в тренинге групповая динамика, она много круче. Если устала, что происходит в теле, скажи. Сейчас вот в левой руке как будто, как сказать, ну, как будто кол такой, да, то есть тянет ее. Еще? Правая рука у мурашки, ну, в руках у мурашки. Что еще? У него бы чуть-чуть мурашки, но пошли. Были сильные. В ногах, в ногах. Отпускайте его, садитесь. Пойдите. Садитесь, потом пойти чуть-чуть. Садитесь. Я считаю. Непонятно. Непонятно. Руки слабые, руки. Да, да, да. Руки тяжелые. Ноги тяжелые. Стряхивай. Чуть-чуть потопай. Руки стыдные. Садитесь. Я же не могу совершить тебе сильный убой, потому что это будет вред. Когда ты терпеливый и терпишь, закрываешь эмоции, ничего не выйдет. Сейчас это то, что с вами мы сделали, мы чуть-чуть убрали плохо отсюда, мы немножко и чуть-чуть наполнили. Сил будет чуть-чуть больше. Оценишь, потом не оценишь, но потом просто понаблюдайте, как было и как стало. В какой-то период будет немножко раздражение, скорее всего, и непринятие, агрессии. Будут выходить, просто где-нибудь закройся, прокричись, и тебя чуть-чуть отпустят. То есть, ну... А вообще человек не терпеливающий, спокойный? Вы спокойный? Нет, у вас агрессии очень много. У вас подавленная агрессия прям очень много. И на отца внимание обратите. А я его не знал. Я узнал, что он есть. Письма прощения. Он сейчас живой? Да. Идите посидите, чай попейте. Я с ним созвонился. Помню. Ни в какую не хочется... Письма прощения подпишите. У него обиды какие-то непонятные. У него обиды? Как девочка ведется. Тогда письма прощения предпишите у себя сам, у себя сам прости его, ладно? Потому что его не было. Потому что, смотрите... Я, видишь, я... Можно на предыду? Да. Я воспитывал свою бабушечку с дедушкой вообще. То есть я до 40 лет, я считал, до 44 лет, я считал, что они мои родители. И когда их умер, а их не стало, сначала отец ушел, когда отец живо был, вообще ни одна мышь сказать не могла, что я не их с ребенком. Когда отца не встала, уже родители, доброжидатели уже начали нанекать. Материя не встала, а половина потекла все. И, видимо, это вот это все... То есть у меня как раз вот в этот момент с деньгами началось проблемы. Все, 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 все. Просто лучше что-то думать. Сейчас, посмотри. Вот... Я в итоге все рассказал. Как... 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 Как усыновлять детей, вот вообще в эту традицию передавать ребенка бабушке с дедушкой, если... Или там племянника отдать там брату, ну вот... Ну вот... Предали. Сейчас, посмотри. Смотри. Если с точки зрения, вот чем усыновлять кого-то, если ты не можешь детей иметь, то лучше взять племянника. Потому что он несет карму твоего рода все равно. Если ты берешь, усыновляешь ребенка с другого рода, ты берешь карму чужого рода. Ну, это тебе надо, я не знаю, это тоже свои какие-то там вещи. Поэтому с этой стороны это, ну, как бы, хорошо. Но человек, который воспитывался не родителями и не у родителей, у него чувство брошенности, предательства, это не остается на всю жизнь. И всегда обычно такие люди по остаточному признаку. Везде в отношениях, в бизнесе, везде, да? То есть, вы знаете, как-то... Не, меня любили, меня бабушка с дедушкой вообще любили страшно. Я в бизнесе всегда был успешен. Я слышал. Ощущение, что тебя бросить никому не нужно, будут преследовать, ну, таких людей обычно преследуют всю жизнь. Я могу ошибаться, может, это тебя не касается. Но, чтобы вы поняли примерно, как это проявляется, у меня есть товарищ один, он воспитывался у бабушки и дедушки. Когда я ему на день рождения подарил парконе, он принял, сказал спасибо, и я думал, что это... И он его не носил. Я через месяц спрашиваю, почему ты его не носишь, он говорит, ну, конечно. А я подарил такой же, как у меня. Ну, конечно, у тебя оригинальный, а ты мне уже фейк подарил. Я вам Климси минут сорок орал на него. Я говорю, как ты вообще мог подумать? Я на него такого полкона спустил. Он внутри недостоин, понимаешь? И поэтому... Он чувствует себя недостоин. Да, и поэтому ему очень тяжело было принять. Сейчас он, конечно, себя проработал и принимает там этот, но на тот период... Это было радикальное прощение, читал.